Оформление станции, перехода, благоустройство территории. Московское центральное кольцо готовится к началу перевозок. Пассажиры уже продумывают новые маршруты поездок по городу. Кто-то из окна электрички захочет взглянуть на столицу с нового ракурса. Крупнейший проект не только в нашей стране свяжет все виды транспорта. Завершающий этап работ мэр проверяет лично. О большой реконструкции и новой жизни дороги Иван Прозоров. Вековой ход истории на станции Войковская. Старый паровоз уходит на запасной путь. К старту готовятся новые ласточки. Железная дорога, построенная больше ста лет назад, оживает в современном мегаполисе. Мы прямо ждем, не дождемся, когда она откроется. У нас очень удачный переход будет с рыжей ветки. Сейчас я на работу трачу примерно час лишним. Если буду пользоваться этой схемой проезда, я думаю, что я буду тратить минут 20-25. Ждут миллионы москвичей и гостей столицы легкую городскую электричку. Фактически еще одну линию метро. Московское центральное кольцо. Это новое название вместо привычного МКЖД, малого кольца железной дороги. Мэр Москвы Сергей Собянин проверил, как идут работы. По его словам, движение запустят в сентябре. Важнейший проект, можно сказать, что не даром его назвали «Центральное кольцо», «Центральная кольцевая», потому что он действительно находится в середине части Москвы и интегрирует все другие виды транспорта. И метро, и пригородные железные дороги, и автобусное движение. Единственный такой крупный проект, который пытаются реализовать в Европе, это Большой Париж, где тоже такое кольцо наземных и подземных железных дорог. Ну, сколько я знаю, в течение последних 10 лет находится в проекте. А мы уже, собственно, движемся к тому, чтобы запустить это уникальное кольцо. Кольцо длиной в 54 километра. 31 станция. Из них 17 пересадок на метро, 10 на пригородной электричке. Жителям спальных районов не нужно будет ехать через центр города из Подмосковья на работу через столичные вокзалы. К примеру, от метро Ленинский проспект до делового центра дорога вместо 28 минут займет всего 10, а путь от станции «Партизанская» до шоссе «Энтузиастов» сократится в 5 раз. При этом на некоторых пересадочных узлах даже не надо будет выходить на улицу и платить за пересадку на МЦК дополнительно не придется. Вся серия городская билетов, это билеты «Тройка», это билеты «90 минут», это билеты «Единые» будут также интегрированы в систему московского метрополитена. Если я зашел на станцию метрополитена, у меня будет 90 минут для того, чтобы пересесть на станцию МЦК бесплатно. Авторы проекта подсчитали, как городская электричка разгрузит транспортную сеть. Кольцевую линию метро по прогнозам на 15%, Таганско-Краснопресненскую на 18%, снизится поток на вокзалах, на Казанском в час пик на треть, на Курском почти на половину. Москвичи говорят, и железных коней с такой электричкой можно иногда оставить дома. Буду стараться и на электричке, потому что сейчас я совмещаю транспорт общественный и свой личный, потому что иногда неудобно. Прочее, конечно, на общественный транспорт добраться. Впрочем, этот общественный транспорт комфортнее иных иномарок. Розетки для зарядки мобильных телефонов, бесплатный интернет, туалеты, места для велосипедов, пандусы для колясок. На таком составе можно проехать не одну сотню километров. Но, по словам жилетнодорожников, в первую очередь поезд готовили к капризам столичной погоды. Зимой и летом температура воздуха в салоне 21-24 градуса. Воздух, который находится в салоне, он и озонируется, то есть очищается, проходит очищение постоянно. И кроме этого, в этой климатической установке находятся датчики углекислого газа, которые постоянно измеряют количество углекислого газа в салоне. И при его избытке производят забор кислорода из атмосферы. В начале июля поезда уже прошли обкатку по кольцу. Машинисты уверены, пассажиры оценят бархатный путь. Так называют новые бесшовные рельсы. По ним в час пик каждые 6 минут будут летать ласточки. Платформы такие широкие и длинные, что к ним можно подгонять даже поезда дальнего следования. А все потому, что проект сделан, что называется, на вырост. Только в первый год Московское центральное кольцо сможет принять от 50 до 70 миллионов человек. А по подсчетам к 2025 году пассажиропоток должен увеличиться в 4 раза почти до 300 миллионов человек. Сегодня столько перевозят самые загруженные ветки московского метрополитена. В начале прошлого века Малая кольцевая проходила по границам Москвы. Пассажиров возить было невыгодно, поэтому ее переориентировали на грузоперевозки. За реконструкцию кольца пытались взяться несколько десятилетий назад, но осилили только сейчас, когда дорога стала неотъемливой частью столицы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на первом этапе откроется как минимум 20 станций, остальные в течение полутора лет. За счет чего удастся увеличивать этот пассажиропоток? Ведь здесь кольцо замкнутое, это дополнительные мощности, поезда. Люди начинают привыкать к новой логистике, к новым маршрутам. И второе, само кольцо будет обустраиваться новыми микрорайонами, новыми промышленными объектами. И сам пассажиропоток, который формируется непосредственно, на кольце также будет увеличиваться. Часть радиальных направлений железной дороги разгрузится. Так что это так или иначе будет влиять практически на каждого второго москвича и на многих людей, которые приезжают из Подмосковья и других регионов в Москву. Многим пассажирам не терпится ради интереса проехать кольцо целиком. С такого ракурса столицу видели только машинисты грузовых составов. В пути откроются жемчужины Москвы, ВДНХ, Лужники, Храм Христоспасителя. Юрий Егоров, седьмой год, водит экскурсии по кольцевой железной дороге. Запуск движения откроет новые горизонты. Говорит МЦК здесь главный экспонат. Окружная железная дорога сохранилась как единый инженерно-архитектурный ансамбль начала 20 века. Мы проедем все исторические станции, увидим все абсолютно сохранившиеся вокзалы. Коих здесь сохранились даже целые железнодорожные поселки начала 20 века. Все их так или иначе будет видно из окна поезда. Опыт Москвы обещали изучить в Минтрансе, чтобы продумать подобные проекты для других регионов. В столице же подготовка к запуску вышла на финишную прямую. Иван Прузоров, Валерий Жичкин, Наталья Голубь, Татьяна Ревенькова, Дмитрий Жгентий, Первый канал. Валерий Жичков, Валерий Жичко.